Всем привет! Наше время снова в эфире. Это передача от нас, подростков, вам, подросткам. В этом сезоне я и мои начинающие коллеги-воспитанники студии журналистики «Медиастарт» Будем рассказывать вам о том, как пережить этот школьный год, об интересных событиях в нашем городе, о том, какие книги и фильмы для подростков выходят на рынок, и чем, помимо просмотра сериалов и игр на компьютере, можно заняться. Поверьте, дело всегда найдется. Открывает наш первый выпуск рубрика «Простые истины». Здесь мы будем говорить о проблемах и трудностях, с которыми может столкнуться школьник. Какое место в жизни каждого подростка занимает школа? Да, одно из центральных. Именно со школьной жизнью связаны многие победы, радости и переживания. Школьная жизнь – это множество проб и ошибок. Как сделать так, чтобы школьные будни не стали воспыткой? Как вообще пережить этот долгий учебный год? Давайте узнаем. Начался новый учебный год. Это новая пора стрессов. И как же с ними бороться? Сегодня мы решили узнать у психолога молодежного центра Юлии Владимировны Шестовой. Юлия Владимировна, здравствуйте. Как пережить этот школьный год? Чтобы понять механизм воздействия вот этих неблагоприятных факторов, я люблю приводить такой простой пример с воздушным шариком. Воздух, которым заполнен шарик – это все негативные переживания, напряжения, раздражения, все вот эти негативные чувства. Мы представим, что мы его будем надувать еще больше, больше, больше. Что с ним произойдет? Он лопнет. Соответственно, что с человеком происходят подобные такие же ситуации. Вот когда мы переполняемся негативными какими-то чувствами, эмоциями, мы в определенный момент просто как бы взрываемся, мы выплескиваем наружу все свои вот эти вот негативные однажды чувства, эмоции, все вот эти негативные проявления, которые сидят в нас. Попробуй из этого шарика постепенно выпускать воздух. Он не лопается? Нет. Вот так же и с человеком происходит. Если он постоянно, время от времени, как бы выпускает, разряжается, да, сбрасывает в себя эти негативные все проявления, эмоции, переживания, чувства, он как бы не переполняется ими, да, он не лопнет однажды, он не причинит какой-то вред окружающим и самому себе, конечно же, да. Ко мне присоединился мой друг Даниил, и давайте вы опробуйте на нас некоторые приемы. Давайте сначала начнем с таких профилактических методов, да, приемов. Первое – это соблюдение режима дня, отдыха, труда, то есть чередование, да, труда и отдыха, находить себе время все-таки, да, чтобы отдохнуть, как-то расслабиться, потому что вы вот учитесь, да, у вас уроки, да, уделить внимание сну. Почему? А сон должен быть не менее 8 часов, ночной сон. А какие приемы можно сделать дома? Ну, например, один из приемов – это упражнение, которое называется «Лимон». Расслабьтесь, руки положите на колени, ладонями вверх. Закройте глаза, представьте, что у вас в правой руке лежит лимон. Ваша задача – выжать из этого лимона сок, как можно больше сока. Для этого мы что? Мы сжимаем руку, да, сильно сжимаем руку, чтобы почувствовать в ней напряжение. Сжимаем правую руку. Теперь мы постепенно расслабляем руку. И можно потрясти ручкой вот так вот, стряхивая, как бы лимонный сок, да. Открываем глаза постепенно, да. Почувствовали какое-то расслабление, да? То есть мы сначала напрягались, да, а потом расслаблялись, да. Вот такой вот благотворный эффект нам может оказать данное упражнение, если мы испытываем какие-то на себе напряжения какие-то негативные, да, чувства, эмоции, которые, возможно, нас переполняют, да, вот в стрессе. Спасибо вам огромное. Я думаю, что все эти приемы вам пригодятся, да, в жизни. И желаю вам успехов. И помните, что все в ваших руках. Мы выяснили, что, чтобы снизить уровень стресса, нам нужен правильный сон, режим дня и правильное питание. А также, помимо этого, еще можно использовать психологические приемы, о которых мы сегодня узнали. Хорошей четверти и до новых встреч. С вами была София Комкова и Даниил Судаков. Раздельный сбор мусора шагает по планете. Все больше людей приходят к осознанному отношению к природе и понимают, что еще немного, и все мы будем жить на одной большой свалке. И чтобы этого не произошло, надо в первую очередь научиться сортировать мусор. Давайте узнаем, как обстоят дела с чистотой и свалками в тех странах, которые уже давно перешли на раздельный сбор отходов. Норвегия – одна из наиболее благополучных стран не только в Европе, но и в мире. Проявляется это буквально во всем, вплоть до переработки твердобытовых отходов. Норвежцы не только успешно утилизируют собственный мусор, но и закупают его у соседей. Зачем им это? А вот зачем. Им нужно много энергии на отопление, так как страна северная. Откуда взять эту энергию? Сжигать мусор, например. Не лежит ли этого рубить? Вот и покупают мусор, чтобы сжигать. Своего не хватает. Но не все идет в топку. Пластиковые бутылки – почти все. Они пускают на переработку. Так же поступает со стеклом. А чтобы не заморачиваться с контейнерами, норвежцы складывают мусор в разноцветные пакеты. В зеленые складывают пищевые отходы, в синие – пластик, а не отсортированные отходы – в черные. Все пакеты складывают в один контейнер, который вывозят на завод, где роботы раскладывают пакеты по цвету. А самое главное, что норвежцы все правила соблюдают, и поэтому в Норвегии так. И вот так. А в Филиппинах, где никакого раздельного сбора и переработки мусора нет – вот так. Давайте учиться на хороших примерах и сортировать свои отходы. В дальнейших выпусках мы расскажем, как это сделать. Часто ли вы встречаетесь на улицах бездомных собак или кошек? Знаете ли вы, что многие из них – это бывшие домашние любимцы, которые вдруг стали не нужны своим хозяевам? Собачек и кошек выкидывают на улицу или относят в приемник для безнадзорных животных. Там четвероногих пытаются пристроить в хорошие руки и найти им ответственных хозяев. Сегодня мы пришли в приемник для безнадзорных животных. Здесь живет прекрасная собачка Леся. Пойдемте с ней познакомимся. Леся появилась в приемнике год назад. Сейчас ей полтора года. Леся – очень доброе животное. Она любит других собак. Ее селят обычно с щенками. Леся прекрасно ладит с людьми. Меня она видит в первый раз, но уже всю облизала. Она очень неприхотлива в еде. Может есть и сухой корм, и натуральную еду. Леся любит играть, бегать, резвиться, валяться в траве. Леся очень добрая, красивая, умная собака, жизнелюбивая. Леся будет себя хорошо чувствовать и в квартире, и в частном доме. Леся станет вашим прекрасным другом. Посмотрите в ее глаза. Они так и говорят – возьмите меня домой. Пока Леся пошла кушать, мы решили познакомиться с другими животными приемника. И нашли замечательную кошку Сепию. Кошка жила на улице Зернова. Кормили ее всем двором. А потом решили привезти в приемник. Кошка очень ласковая, добрая, общительная, чистоплотная и любит покушать. Ищем кошки заботливые ручки. Приходите в приемник на Зернова 24А. Что приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание «Оловянный солдатик»? Сказка Андерсона? А мне вот музей оловянного солдатика, который год назад открылся в Клубе здоровья. В мае 2018 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России музей оловянного солдатика. Вскоре после этого такой же музей открылся и в Сорове. В его основу легла коллекция Вячеслава Викторовича Лопашова, которую он собирал на протяжении нескольких десятков лет. Сегодня мы пришли в этот музей и будем говорить с его создателем. Когда вы начали коллекционировать солдатиков? Коллекционировать солдатик – вещь очень интересная, и начинать ее нужно заранее. Я ее начал коллекционировать еще с маленького возраста, с глубокого детства. Потому что именно там становится интересно. Когда было очень мало машинок, мало деревянных лошадок, у нас солдатики вдруг откуда-то появлялись. И они были гораздо интереснее, чем дудка какая-то пластмассовая, или гармошка маленькая губная. Солдатики – это очень интересно. Их мне привозил папа из командировок. И вот тогда началось коллекционирование солдатиков. Но это было 60 лет назад. – Какой ваш любимый солдатик? Есть ли какие-то особенные? – Они все особенные. Они особенные все, потому что каждый солдатик уникален. Правда, если взять массу, тут 1600 солдатиков, и то среди них есть любимые солдатики. Понимаешь, в чем дело? Он интересен сам как тот, сам по себе. Не знаю, возьмем гренадер Лейбгвардии Змайловского полка, или гренадер Лейбгвардии Павловского полка. Или, может, это гренадер старой гвардии императорской Наполеона. Понимаешь, это очень интересно. Или гигант двухметровый, вот они, кирасиры здесь представлены. Но их просто много. Но они же есть и на других стендах, но они уже в другом масштабе. И там уже можно и лицо рассмотреть, и лошадку можно рассмотреть, и как он вооружен, амуницию можно посмотреть. Даже некоторые сделаны так, что глаза можно рассмотреть. То есть, ну, как они любимые? Вот каждую солдатику где-то приобрел. Вот Чингисхан. Это из Казани, например. 2008 год. Вот поехали. И вот единственное, чего увидел там в музее, их национальном музее. О, какой интересный Чингисхан. Надо купить, надо купить. Хороший человек. Мы вот взяли. Вот он теперь вот здесь вот стоит есть. Вот рыцарь средневековый. Так он взят в городе Коблинц на реке Мёзель. Это земля Пфальц в Германии в 2003 году. Это же тоже очень интересно. Или поехал, например, в славную Чехию, в город Чешский Круму. Ай-яй-яй-яй, какой мушкетёр интересный. А их оказалось целая серия этих мушкетёров. Вот теперь все четыре мушкетёра. Айатос, Партос, Арамис, Д'Артаньян. Все стоят. Сделаны во Франции. Ну, очень интересно. Ну, и, конечно, наших российских солдатиков огромное количество. Просто как обойти мимо, там, скажем, того же Кутузова, Багратиона, того же царя Александра. Это Великая Отечественная война, сколько героев. Здесь вот прям много солдатиков очень. Это защитники Брестка, Крепстита, защитники Севастополя. Это каждый солдатик, некоторые из них, они именные. То есть там снайпер Зайцев, например. Снайпер Павлюченко, например. Бронебойщик, там ещё кто-то. То есть вот каждый солдат, он маленький, но человечек. Откуда вы достаёте своих солдатиков? Сложно ли это? Конечно. Ну, надо знать, на какую улицу идти. В принципе-то. Ну, я не так много в странах разных был. Но куда бы ни ехал, то лучший сувенир – это, конечно, солдатик именно для коллекции. Потому что вы сейчас можете прийти и их вот здесь посмотреть. Они здесь разные. Есть даже из Солнечной Америки, например, солдатики. Это город Дэмон, штат Айова. Вот оттуда даже есть. А английские солдатики – ну, это не я сам приобретал, привезены из самой Британии. Солдатики привезены. Японские солдатики. Ну, не весь мир представлен, конечно, но часть его есть. Есть же античность Древней Римы, Греция. Тоже там привозили оттуда греческих солдат. Ну, там, в основном, они как скульптуру выполнены, конечно, но древнегреческие. В Германии очень много. То есть в каждой стране можно найти для себя что-то интересное. Каждый привез слоников, кошек, там, саканчики, кружки. Ну, у меня вот так получилось, солдатики. И когда я их собрал в одну кучу, оказалось, это не куча, это коллекция. И она разная. Если под каждым сделать надпись, да написать из стороны, в которую он приобретет, то мы можем посмотреть, а как жили в Древней Богемии. Интересно. Мы что-то знаем только. Восстание Яна Жишки, да, например. То есть Ян Одноглазый, это Иван Одноглазый переводится. А на самом деле это целая эпоха. Это же мушкетер Людовик XIII. Что мы о них знаем? Мы знаем Атос Портос, Арамис Дартаньян, Ришелье и Король. Никто не знает, как его звали, Людовик XIII. А на самом деле это историческое лицо. Вот оно есть. И приобретено оно в Триумфальной арке города Парижа. Но не мной, а он просто привезен. А из мушкетеров настоящий человек – это сам Шаль де Бацтка Стальмарда Артаньян. То есть это настоящий человек. Остальное все – это сказка, обычная выдумка, художественная книга. Но она такая интересная, что мы верим в то, что там происходило. События же происходят на самом деле. Или вот если посмотреть, например, Нижегородское ополчение. А как оно выглядело-то, когда обменили Пожарские, повели их вдоль Волги, к Ярославлю, потом к Москве. И вот в ноябре месяце было сражение под Москвой. Как они выглядели? Они он раз есть. Вот они как выглядели. Причем, как они выглядели на самом деле. То есть не выдуманная картинка, примерно они могут так выглядеть. А как они на самом деле выглядели? То есть это взято из документов, взято с раскопок. Взято вот как они на самом деле выглядели. Или поляки как выглядели? Да вот они как выглядели. Были ли какие-нибудь интересные истории, связанные с коллекционированием? Приобрел, например, однажды солдатика первого, муркетера. Это был Арамис. Вот, приобрел его, привез домой, радостно и поставил на стол. И у меня там бегал котенок маленький, вот такой пупсик, вот такой, и он все грыз, все на свете. И он первым увидел что-то, стал на столе, он подпрыгнул и решил перекусить ему саблю. А я думал, отдать его в добрые руки или все-таки оставить. Отдал в добрые руки. Потому что такая ценность, привезенная не знаю откуда, теперь-то я их добавил, их все, все четыре они в коллекции. И к ним еще решили, я еще пульский битвик, к ним Людовик 13-й. То есть это уже целая сцена, целый, ну как бы, как целый спектакль. Ну, всякое может быть. Про Чингисхана я уже много рассказывал. Он живой, он сделан так вот, подпружинен, собственно, да, то есть у него ножки там сделаны внутри, пружинки витые. И при разнице температуры, вот я дверь открываю когда, да, здесь на балкончике, температура меняется, и у него начинается, одна пружина больше нагревается, другая еще не успевает нагреться или охладиться. И они начинают это, ну как это, биполярность называется, да, они начинают двигаться немножечко. И у него ножки начинают так, ну по чуть-чуть немножко двигаться, ручки так, голова вот так немножко поворачивается. Живой человек. Я сначала-то, ой, как ужас, думал, господи, глюки какие-то дома, когда стоял. А потом, когда понял, что у него вот это вот такая идейка, и вот он стоит, вот красавец. Страшненький, конечно, Чингисхан, что с нее взять-то? Но он украшает вот нашу коллекцию. Я всем детям об этом рассказываю. Или вот, например, Санта-Мария. Кораблик, да, и рядом с ним 10 пиратиков. У нее одна особенность интересная. Ну, рядовой кораблик, да, но он приплыл-то из Португалии. Он приплыл в 2008 году из славного города Лиссабона. Это же приятно, когда у тебя оттуда, откуда, на самом деле, эскадра Колумба отправилась открывать Америку, на самом деле, Кристо Бальде Колона уехала туда, да, уплыла. Так вот, оттуда этот кораблик и есть. То есть ценность иногда солдатика, она не просто, что она какая-то фигурка красивая, а в том, что где он приобретен. Когда можно прийти к вам в музей и посмотреть на солдатиков своими глазами? Так любой день. Прямо начиная с 3 часов и до 8 вечера. Прямо можно просто прийти, здесь мы находимся, улица Силкина, дом 10А, второй этаж, комната 18, приходите, можете там по одному приходить, можете группками приходить. Ну, те, кому интересно только, естественно, да. Просто так прийти, и тут же в компьютер, это никому не нужно. А если ты пришел, тебе действительно интересно, а как выглядел на самом деле солдат, который захватывал Трою, фильм «Троя», да, вот он как выглядел, да. А как выглядел там еще какой-то стрелец древний, да, 1600 года. Вот он как выглядел. Или сражение Куликовской битвы, «Пересвет Челюбей» есть, ледовое сражение, да, это великий там Александр Невский. Так вот он, Александр Невский-то здесь, живой. Его можно потрогать, с ним можно даже поговорить. Только он ничего не ответит, потому что он оловян. А напоследок афиша. Сегодня я расскажу, на какие фильмы стоит сходить в кино, какие спектакли посмотреть в нашем городе и какие новые книги почитать. Начнем с самых ярких киноновинок октября. 17 октября идем в кино на новый российский фантастический фильм «Воротарь галактики». Судя по трейлеру, обещают нечто невероятное. Галактические войны, разрушенная луна и соревнования по космоболу. Честно говоря, кажется, что это смесь звездных войн и голодных игр. Такая сойка пересмешится со световым мечом, напичканная медиахлорианами. Но заценить все равно надо. Посмотрим, что получится. Кстати, на это кино могут пойти те, кому уже исполнилось 6 лет. А 31 октября на экраны выходит, что бы вы подумали, мультик «Семейка Адамс». Вы думаете, ваши родственники странные? Спорим, нет. У Адамсов так. Папа в этой семье любит долгие прогулки в ливень. Мам предпочитает всем цветам черный. У деток кладбище, любимая площадка для игр. А бабушка выпивает пару капель яда перед сном. При просмотре рекомендуется присутствие родителей. В театр идем на пьесу «Вишневый сад». Будет интерес не только тем, кто проходит в этом году пьесу Антона Павла Чехова. Фабулу, если кто не знает, такая. Помещица Любовь Андреевна Раневская после нескольких лет жизни во Франции возвращается в Россию. Денег у нее почти нет. А имения с его прекрасным вишневым садом в скором времени могут продать за долги. Подойдет тем, кому уже исполнилось 12 лет. Потрать свое свободное время можно и на книге. Например, на отель «Последний шанс. Тайна проклятого маяка». Это смесь детектива и фэнтези. История о мальчике, который узнал, что он волшебник. Отправился развивать свои способности в старый отель. А вместо этого нашел мертвую хозяйку этого места. Еще можно почитать детектив «Тайна ледяных часов». В аннотации написано «Жуткое» про маленьких медвежат, у которых похитили маму, и они отправились ее искать. Читать книгу почему-то советуют ученикам средних классов. На этом пока все. Мы желаем вам продуктивной учебы, хороших оценок, новых встреч и впечатлений. Увидимся в ноябре. С вами был Никита Михалев. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!